Всем привет! Сегодня я буду рассказывать о покупках, о подарках на день рождения, о том, что я сама купила. И всем было интересно, что в пакетах от Шанель, потому что их было много на видео. Сейчас я вам их покажу. Вот это пакеты. Итак, даже на них приспособить. Скажу, что мой день рождения совпал с клиентским днём Шанель. И они давали вот такой пакет. Вот такой пакет с розочкой Камелия от Шанель. И внутри было наполнение. Наполнение было одинаковое во всех пакетах. И сейчас я покажу, что конкретно было. Это бальзам для лица. Откроем его. Здесь тональный крем Виталюмьер Аква. И бальзам для лица сам. Это как крем для лица. Не помню даже, был он у меня или нет. Но вот попробую. Дальше. Пробнички духа. Здесь Шанель Шанс. Здесь мужской в виде Шанель. И ещё один крем. Это с лифт эффектом. Это сыворотка против морщин. С лифт эффектом. И больше всего, что мне понравилось, это вот. Посмотрите, какое необычное и интересное оформление. То есть, это похоже на Шанель Шанс. И внутри заключён маленький обычный пробник. Мне кажется, это очень красиво. И сделано так добротно. Как будто настоящие духи. То есть, если у кого-то нет возможности купить Шанель, если у вас будет такая штучка, считайте, что почти у вас были духи от Шанель. Мне прям очень понравилось. Я захотела себе их много, но у меня их теперь много. Так, сложим всё обратно. И на день рождения бывает скидка. 25% в визаже. Поэтому я купила духи, в принципе, и на подарок, и себе. Покажу духи быстрее какие. Это классический Coco Noir. Мне кажется, подойду для взрослых женщин. Очень мне понравился вот этот аромат. Шанель номер 5. Мне понравилась эта новая версия. Мне понравилось его оформление. Здесь выбитый флакон, тиснение флакона Шанель номер 5. Всё это в белом, чёрными буквами написано. Классика в первозданном виде просто. Когда открываем вот так, здесь тоже интересный флакон. Даже не интересный, а просто очень стильный. Всегда сочетание чёрного и белого кажется очень стильным. Наверное, так оно и есть. Это классика и стиль. Здесь есть тушь. Миниатюра туши. Le Volume de Chanel. Le Volume de Chanel. 10. Это чёрный оттенок. Такая миниатюрка туши. Очень люблю эти миниатюры туши. Вообще считаю, что они должны быть именно в миниатюре, потому что не успеваешь ими пользоваться, как они уже сохнут. А вот миниатюры это самое то. Ещё духи Trussardi. Это в подарок. Вот мне подарили пробнички. Это интеллектуальная восстанавливающая сыворотка от Clinique. Clinique, я говорю, всегда советую для тех, кто только начинает путь в мир ухода за собой. Это тональный крем. Попробую его. Очень хотела его попробовать. Моя любимая Жизель Бунхен. Одна из самых крутых моделей, на мой взгляд. И одна из самых красивых ангелов. Она и Каролина Куркова. Мне кажется, это два самых мега ангела. Так, но это не относится к тем. Ещё пробник от Clinique. Jadon, Dior, Chanel, L'Allure мужской. Chanel, опять, Chance. Это розовый, Tender. Вот ещё такие же, как в наборе, тональные кремы. Ещё есть тушь в таком оформлении, но там не понравилось больше. Хотя, в принципе, там, по-моему, одинаковая тушь, да. Но там было бы интереснее оформлено. В общем, вот такие подарочки от Chanel. Ещё в подарок мне дали косметичку. Вот она так запакована. Очень красивый тоже дизайн. Но сама косметичка на меня не произвела впечатление. Такая совершенно обычная. Вот красная косметичка. И надпись Chanel. Ничего так, но могла быть и лучше. Почему-то ожидала, что будет наполнение какое-то там. Но так как в каждом пакете и так много всего, не буду придираться. В этом же магазине, это магазин на Каркмасово, мой любимый визаж, я уже говорила неоднократно, мне подарили тушь полный размер. Это Сенсай. Тушь для чего же она, я не помню, для объёма. Сейчас покажу. Хотела попробовать эту тушь. Вот у меня была когда-то тушь, только она была прямая. Это раз это бочонок, значит она объёмная тушь. Объёмная тушь с такой щёточкой. Очень удобная щёточка, должна сказать. Сразу охватывает ресницы, как-то так вот берёт, как, знаете, как вот, чтобы подкручивать. Забыла, есть у этой вещи название, чтобы подкручивать реснички. Вот такая, раз, берёшь и поднимаешь. Вот она тоже такая же, и сразу весь, всю длину схватывает и поднимает наверх. Очень интересно. Но я не могу сейчас о ней ничего сказать, ни хорошего, ни плохого, так как я прокрасила первый слой и забыла. А когда захотела второй сделать, она уже высохла. Поэтому отзыв на неё будет позже. Единственное, с чем я не справилась, это я не смогла её смыть. Я думала, что у меня выпадут все ресницы. Вроде нужно тёплой водой, вот здесь написано 38 градусов. Но я почему-то не смогла. Вот она у меня не смывалась. Она должна была скатываться. Я и так отдельно, и так промывала, уже не знала, что делать. Может быть, слишком горячая была, может, слишком холодная. Не знаю, в общем, я с градусником же не стоять там и не смотреть, какая температура. Но мне не получилось смыть. Напишите, если кто-то, у кого-то была эта тушь, и кто-то её любит, как вы её смываете? Только желательно подробно, а не так просто в тёплой воде. Я знаю, что в тёплой воде, но у меня не получилось. Так, это был подарок. Дальше я поехала в другой визаж, на 26. Там представители марки «Наприри» мне подарили подарок. Вот так он был оформлен. С очень приятной лентой. Я уже второй раз это говорю, но лента действительно такая приятная. Прямо очень мне нравится. Её хочется вот так гладить постоянно. Я её не выброшу, ни в коем случае куда-нибудь повешу. Я вам забыла... Я не знаю, вроде бы снимала, но почему-то я получилось, что не сняла. Я хотела показать косметичку, и она была вот так оформлена. Сейчас покажу вот так. Мне обидно, что я это снимала, снимала и не сняла. Здесь был бант из этой ленты «Наприри». Но, увы. Мне понравилась очень косметичка. У меня есть несколько таких косметичек, есть совершенно разные. Но мне так понравилась вот именно эта форма, во-первых. Материал вот этот. Это искусственная кожа, как я понимаю. Выбитая. Лаприри здесь написано на замочке. Внутри тоже очень хорошо, качественно всё сделано. Люблю я, когда всё-таки косметички тоже такие же добротные, как и сами продукты. А не так, чтобы... Продукция очень дорогая, косметичка такая страшненькая. Здесь этого нет. Очень всё красиво. Внутри я уже вам показывала. Это вцепляющая линейка. Не я скажу позже. Для глаз и для лица. Что-нибудь особенное говорить я сейчас не буду, потому что это моя любимая марка. Что о ней сказать? Она очень крутая. Теперь я уже жду, пока закончится у меня это, чтобы начать пользоваться этой. И у меня ещё есть... В общем, я не знаю, куда бросаться. Всегда я жалею, что я не гидра, чтобы у меня три головы было. И все красить. На одну маске наносить, другую красить. На другую там гамажи какие-то. Очень я это люблю. Ещё покажу то, что не показывала. Купила лимитированную помаду. Вот Сонаран. На неё нет пока тестеров. Но я её уже купила. Посмотрите, какое это великолепие. Это новогодняя помада. Она гладкая. Я думала, может быть, она такая шероховатая. Но нет. Очень красивая коллекция, конечно. И посмотрите на эти звёзды. Какие красивые. И хорошо, что они не сделаны вот в начале, потому что очень сложно пользоваться такой помадой. А именно в конце. То есть будешь пользоваться, и до конца эти звёздочки будут тебя радовать. Мне понравился цвет. Нейтральный бежевый оттенок. Достаточно тёмный. Он подойдёт, наверное, практически любой девушке. С любым цветотипом. В общем, очень я рада ей. Пока не скажу, какая это помада, потому что я ею не пользовалась. А только смотрю и любуюсь. Насколько я понимаю, они кремовые. В подарок мне дали крем для тела Манифеста от Эвсен Лоран. Вообще, конечно, в этом году визаж немного удивил меня не в ту сторону, не в лучшую, потому что не было ни поздравлений. В общем, любовь закончилась. Я купила марку Джейн Айрдейл. Посмотрите, какая красота. Я сама держусь сейчас и думаю, боже, какой красивый флакон. Это гранатовый спрей для лица. Так как у меня есть пудра, я решила теперь ещё и пользоваться сверховлажняющим спреем. Можно и до макияжа, можно после. Здесь распыление очень мелкое. И мне так понравился аромат. Честно говоря, я когда себе что-то рисуешь, думаешь, может быть, будет совсем... Я думала, мельчайшее. Но нет, оно не такое, прям уж совсем рассеивающее. Но достаточно мелкое. И вот этот запах очень, конечно, приятный. Это не чисто гранат какой-то, не подумайте. Нежный, тоненький такой аромат. Я уже попробовала нанести, но, правда, я целый день уже ходила с пудрой, когда она была уже севшая. Я просто освежила лицо, освежила макияж. Но не могу сказать, пока его действия мне не ясно. Ну, так рада, что купила этот флакончик. Он безумной красоты. Еще я часто покупаю одно и то же, то есть помаду бесконечное количество. А вот эту вещь я так радуюсь, когда я сама себя заставляю сделать такую покупку, потому что, ну, есть вещи, которые ты не покупаешь, их у тебя и нет, и думаешь, нужно, нет. Еще на день рождения тоже не было никаких скидок, были балок, которые можно потратить также в бьюти-студию. Мне это тоже не очень понравилось. То есть ощущение праздника, что сегодня какой-то твой день, полное отсутствие было. Ну, что делать? Дальше у нас идет помада от Шесейда. Вот эта помада. Давно я не хотела ничего так попробовать, как эту помаду. То есть я ее, когда открыла, такой красивый цвет. Посмотрите, он какой-то прозрачно-розовый. Даже не прозрачно. Я не могу описать этот цвет. Он благородный очень, красивый. И такое ощущение, что он сверху покрыт чем-то кисельным. И вот мне очень хотелось добраться до того, что внутри. Немного она пострадала. Вот видно, когда я ее открывала. Надпись Шесейда здесь тоже до конца, что мне очень нравится. Сам футляр очень красивый, интересной формы. И он на магните. Вот два маленьких магнитика здесь видно. Беленьких. Также написано Шесейда. Очень мягко закрывается. Открывается на крышке сверху. Это знак их. Какие-то розочки. Сама помада масляная. Текстура очень комфортная, очень приятная. И когда я ее красила, сейчас она на мне. Мне она очень понравилась. Опять-таки скажу, что у вас она более темная, чем у меня в жизни. В жизни она светлее. Особенно при дневном свете выглядит еще лучше. Это тоже универсальный оттенок, который подойдет всем. И так получилось, что я себе часто фотографирую что-то, если увижу в Инстаграме, например, или где-то в интернете. Фотографирую картинку и хочу купить. И потом увидела у Наташи. Она хвалилась своими покупками. И смотрю у нее помаду. Я говорю, мне тоже нужна такая, купи мне эту. И оказалось, что это именно та помада, которая у меня в моих желаниях. Вот получилось, что убила двух зайцев. А то думала, куплю и как у нее, и ту, которую хочу. Но так как я не люблю покупать два оттенка из одной марки, я как-то не очень, я даже не люблю из коллекции две вещи покупать. Достаточно одной, чтобы просто иметь представление о коллекции. Но иногда такое случается, как с Викторией Бехом. Купила много чего и всем довольна. Дальше у меня тушь. Я даже не знаю, стоит ли о ней говорить. Тоже ружь бы, а не ружь, потому что я еще и не пользовалась. Покажу только, какая она красивая. Вот здесь рисунок, честно говоря, издалека напоминает как будто рыбий скелет. Но это цветочек на самом деле похож на папоротник. Это коричневая тушь. На нее была скидка, поэтому я ее купила, так как мне предыдущая понравилась. Эта тушь, кстати, совсем не сухая, в отличие от той предыдущей, которая у меня была. И она густого коричневого цвета. Для блондинок идеально. Я думаю, что она будет хорошая, потому что эта тушь мне очень понравилась, несмотря на то, что немного посохшая была. Это какая-то панорамная тушь, то есть она будет делать, будет разделять и подкручивать, и объем придавать. Еще одна тушь у меня в пробнике. Это Make Up For Ever. На меня произвело впечатление, когда я красила, сейчас она на мне, правда, по-моему. Вот, чуть-чуть видно. Единственное, что мне не понравилось, она как-то делает ресницы кто в лес, кто под рова. Но сама тушь, то, что она так подкручивает, и сразу с первого взмаха, вот, например, когда я пользовалась Сенса, я не заметила с первого раза ничего. Даже показала, что их меньше стало. Ну, такое бывает, я опять-таки говорю, это не мнение сейчас мое, не нужно думать, что она плохая. А вот эта сразу прямо подкрутила ресницы, сделала их густыми. Мне вот этим она очень понравилась. Правда, немножко сейчас, когда уже осела, как-то и реснички-то уже осели. Ну, и вот нет вот этой целостности. Но надо сказать, что мои ресницы вообще очень прям такие плохие. Гордиться здесь нечем. Это тушь, это тушь с эффектом экстра-объема. Ну что ж, соответствует. Объем придаёт. Ещё я вам хотела похвалиться вот этой открыткой, которую я не нашла тогда. Мне Наташа прислала открытку, и с поздравлением он здесь, посмотрите, какой хороший. Ещё когда вот так делаешь, он тянет к тебе ручки. Он такой милый. Хочется вот так мне делать. И обниматься с ним. Милейший. Так, и следующее. Это тоже её подарок. Бёрбари карандаш. Я уже им попользовалась. Успела. И мне... Кстати, сейчас я им попользовалась. Сверху попыталась приглушить его, потому что он совершенно не соответствует. Но мне так хотелось накрасить. И помада от этого кажется темнее, возможно, ещё. Мне понравилось здесь всё. Начиная от упаковки. Это мой любимый люкс. Внутри очень красивый цвет. Хорошо рисует, без разводов. Не знаю, как держится пока. Но вот пока держится. Очень классный карандаш. Его приятно держать в руке. Нравится, что здесь вот показан оттенок, который внутри. В общем, всем он мне понравился. И эта точилка мне тоже просто очень понравилась. Красивая. Дальше расскажу о маске, которая пленила меня. Давно слышала об этой марке. Это Glam Glow. Много слышала отзывов прямо. Но так как я часто избегаю того, о чём слышу, слишком много положительного. Вот этого крика бесконечного, что это так прекрасно. И я решила обойти стороной. Но всё-таки не удержалась, когда в Эль-де-Бате. Так, в Эль-де-Бате или в Латуаль. Я знаю, что покупала и там, и там. Везде были какие-то скидки. Поэтому врать я не буду, где это покупала Наташа. В одном из этих магазинов у них была скидка 50%. Чего у нас, кстати, никогда не бывает. И я купила себе вот такую маленькую масочку. Потому что я не хотела покупать большую. Вдруг не понравится. Маленькие я люблю, потому что большие у меня лежат и никак не заканчиваются. Ещё я теперь решила купить какую-нибудь зелёненькую, может быть. В общем, здесь вот такая защитная мембрана стоит. И внутри маска. Очень интересная маска. Она приятно, безумно пахнет. Очень свежо. Пахнет как будто зелёным чаем. С чем-то намешано. Здесь обычная скрабовая текстура, как бывает. И внутри тут лепесточки, я не знаю, может быть, это чайные. В общем, какие-то листочки. Они попадают и на лицо. Я вам сняла видео, показываю, как это выглядит. То есть листочки прямо на лице. Может быть, это какие-то антиоксиданты. То есть мне очень понравился вот этот эффект. Самое нанесение маски немного застывает. Потом ты её смываешь круговыми движениями через 10 минут. И лицо мгновенно. Вот что я люблю, так это результат сразу. Я не люблю, когда мне говорят, это накопительный эффект. То есть я мажусь чем-то, не знаю, день, два, неделю, месяц. И говорят, что это какое-то накопление. Идёт то, которого я не вижу. Я так не люблю. Я люблю здесь и сейчас прямо видеть и чего-то ждать. И думать, что, возможно, где-то что-то накапливается. Это вообще не для меня. Увольте. Вот эта маска мне понравилась. Что лицо натянутое, очень чистое, свежее было. То есть вот прямо всё, что надо в этой маске. Я очень её советую теперь. Следующее. Это масло для душа, расслабляющее, с экстрактами жасмина и белого чая. Могу сказать, что это много. Конечно, безумно для меня. Здесь такая защитная штучка. Её удаляешь. Специально оставила. Снова вернее, прилепила её сюда, чтобы вам показать. Вот. То есть нельзя нажать, не даёт она. Ну и для детей, в принципе, тоже хорошо, если вы не хотите, чтобы дети пользовались. Вот одеть её достаточно сложно снять. Она какая-то не такая простая. И 400 мл здесь тоже была скидка, поэтому я тоже купила. Очень мне понравилось, знаете, что, естественно, очень хорошая сразу такая релаксация. И ощущение было, чтобы по моему телу разлилась весна. Вот это первое, о чём я подумала. Я подумала, именно эту фразу я и скажу, когда буду записывать видео. Действительно, такое ощущение, что вот как показывают в мультиках, когда берёшь что-то, и там вместо этого масла, во-первых, оно нежнейшее, вместо этого нежнейшего масла у тебя цветочки. Как будто ты так цветами поливаешься. И растираешь их быстро, пенится. Очень экономичное, кстати, масло. И его я тоже советую. Следующий продукт. Это видео будет очень информативное и очень, наверное, длинное. Смотрю, уже достаточно много минут записала. Подводка от Bobby Brown. Я уже как-то говорила, что марка это не моя любимая. У них есть много хороших продуктов, но как-то вот таких, чтобы ах, для меня практически нет. Люблю их шиммер и подводку. Подводку очень люблю. Самая крутая. Теперь у них есть вот такая подводка. Она как подводка с кисточкой, как я люблю. Но я думала, что это когда мне снимали видео, тоже купила в Москве, тоже были скидки на эту марку. И я подумала, что она очень яркая, потому что снимали при освещении. Кстати, снимали при освещении и искусственном перед лампами. И я попросила без ламп тоже снять. Тоже была яркая. Но вот ни одна живая душа не сказала мне, что у меня какая-то другая подводка, а не черная. И сейчас тоже на мне. Но я ничего не вижу. Только на свету, при уличном свете, девочка одна сказала, да, я заметила. Но, наверное, у нее не вызвало никакого желания мне сказать это. Потом, когда я спросила, она сказала, да, да, я заметила, что у тебя фиолетовая подводка. То есть вот этой яркости, о которой я думала, ее здесь нет. И еще, при всем при том, что мне достаточно легко всегда давалось рисовать стрелки, мне было сложно с этой подводкой. Даже какая-то чуть кривая стрелка пошла. Что-то вот не задалось. То ли очень тонкие нужны стрелки, но тогда цвета не будет видно. Ну вот что-то мне в этой подводке не понравилось. И я не буду говорить, что ее нужно срочно купить. Теперь я смотрю на подводки от Urban Decay. У них тоже очень яркие подводки. Думаю, может быть, у них прикупить. Посмотрим. Хотя я не любительница всех этих ярких подводок уже. Была когда-то. Так, от Sephora мне еще не удалось попробовать, поэтому я пока ничего не буду говорить. Просто эта красота невероятная. Так она мне нравится. Посмотрите, это такое безумство. Если кто-то живет в Москве или имеет возможность заказать, особенно как подарок, это очень красиво. Следующий продукт, который я покажу, это кушон от Estonoran. Я купила своей племяннице на день рождения. Светлый оттенок этого кушона. Мне он очень понравился в магазине. В магазине я нанесла номер 50. И я подумала, нужно купить ей. Она любит легкие текстуры такие. И он мне показался идеальный. Глянец такой. Она тоже большая любительница косметики. У нее очень много ее. И она, говорит, давно не испытывала такой радости от пользования косметикой. В общем, она сказала, что лицо идеальное. Не будем говорить, что она сказала. Скажу теперь я. Так как заказала его себе тоже. Именно в своем оттенке 50. Он достаточно темный. Немного даже может быть желтит. Но, по-моему, идеально подходит мне. Сейчас он на мне. И он действительно дает невероятный глянец. Очень ровная. Опять-таки, повторюсь для тех, кто постоянно это спрашивает. У меня лампы напротив. Поэтому так блестит. На самом деле, до такой степени блеска нет, конечно. Но то, что есть сияние, то, что невероятно идеальный тон, то, что его замечают, это абсолютно так. То есть, Ивсен Лоран Кушон составил, наконец-то, конкуренцию моему Герлену Биби. Теперь я буду говорить, что самые два крутые продукта, это все-таки Кушон и Ивсен Лоран. Здесь я советую вам, девочки, его купить, потому что вы часто говорите, что Биби не подходит по цвету. Там всего три цвета. Да, не мудрено, что он может не подойти. Здесь много оттенков, поэтому выбрать будет из чего. И еще, я заказала себе, у нас опять-таки не было, заказала, поэтому в Москву. Я заказала всего лишь запасной блок. Поэтому не обязательно покупать целый, полный размер, достаточно дорогой. Я купила себе вот такой маленький. И он очень красиво смотрится. В принципе, его можно носить даже с собой. И его даже показать не стыдно. Очень симпатичная черная упаковка. Почему-то мне напомнило, это сейчас Сальвадор Дали, духи вот с губками, которые были раньше. Почему-то вот какой-то такой пластик очень приятный. Приятный, мягкий, мягкий как будто бы пластик. То есть без зазубринок. Его можно открывать. То есть нигде не будет лица. Внутри опять защитная пленочка есть, которую можно открывать, закрывать. Внутри посмотрите, какой красивый этот кушон. И он прям внутрь его так утопаешь пальчиком. Вот это здесь какая-то фактура очень интересная у самой крышки. И мне очень понравился вот этот спонж. Им очень удобно наносить везде. И вот так, труднодоступные места. И тут, в общем, делает лицо очень идеальным. Я голосую всеми руками за. Я пытаюсь снять подводку. По-моему, абсолютно не видно, что она яркая. Какого-то другого цвета, а не черного. Увы. Чуть-чуть видны блестки. Но то, что она сама фиолетовая, не видно абсолютно.